добрый день ну чё там золотов навальный газовый баллон да наверное все уже это тоже посмотрели про золотова на том какой он смелый как он не боится выходить туда куда он не боится выходить как происходит дуэль между им и навальным что навальному даже не выйти никак на свободу больше чем там 20 минут вышел 20 секунд я так и не понял и ушел обратно неужели золотову не в состоянии ходатайствовать о том чтобы навального выпустили на поруки для проведения той самой дуэли ему нужно устраивать те самые ой не ему нужно а бизнесменам из приморья нужно таким образом бороться за свои права там я так понимаю террористический акт был или что это что там зашли а помимо всего прочего наверное все подметили что или кто не подметил уточню что нам сказали вроде кто это но лица я так и не увидел да это видимо потому что чтобы пользователи интернета не нашли видимо все награды этого бизнесмена из приморья или для чего еще там было ну ладно в общем то сомнений у нас конечно же нету раз навальный вышел на непродолжительное время и сразу зашел я из лесу вышел и сразу зашел да то есть и на самом деле не важно как относиться к навальному да то есть кто как я в общем то тоже по многим вопросам его не поддерживаю да но ваше бы внимание я хотел сконцентрировать больше на том что как много информационного шума чтобы отвлечь нас от того что выборы там в приморье в каркасе куда-то переехали о том что были вторые туры о том что оказывается все таки при высокой честной явки партии власти ну никак не протащить своих кандидатов да а также о том что советую кстати почитать закон на выборах губернаторов кримовского края да там наверняка думаю найдете пункт о том что если панфилова плачет то выборы надо признавать недействительными да поэтому все что можно сказать в резюме резюмируя данное видео что люди помните что нам льют столько информационного шума чтобы мы не могли концентрироваться да то есть на проблемах которые можно решать мирно и законно а для чего это делается но думайте сами потому что потому что мы все живем в российской федерации это россия как сказал жириновский так что думайте думайте и концентрируйтесь на проблемах и объединяйтесь честными людьми и вместе мы сделаем жизнь нашей стране лучше всего хорошего